Всем, Белка, с вами Катя Бельчик, и сегодня у нас новый выпуск Зачитательно. Дорогие книголюбы, я рада, что вы попали на этот ролик, потому что сегодня я хочу рассказать вам о книгах, которые стоит прочитать осенью. Мне кажется, осень это одно из самых лучших времен для чтения книг. Ну, конечно, зима тоже хороша, но о зиме попозже. Давайте, пока у нас осень, все хорошо. Сегодня я подготовила для вас интересную подборочку. Здесь будут книги для разных возрастов, что-то для подростков, что-то 18+, но не то, о чем вы подумали. Все сами сейчас увидите. Я запаслась чайком, потому что холодно. Очень я в свитере, и отопление еще не включили. Так что, вам тоже, кстати, советую. Так, значит, вот тут у меня имеется вот такая стопочка книг, пока не смотрите, я просто вам немножечко проспойлерила. И еще одна книжка будет у меня в электронном формате, я вам про нее расскажу как раз-таки про первую. Честно, эту книгу я прочитала уже в то время, когда я начала рубрику зачитательную, но как-то она не вписывалась ни в одну из подборок. И я так рада, что наконец-то я могу вам про нее рассказать. Возможно, вы видели у меня ее в инстаграме, например, в историке я ее читала, про нее рассказывала, многие про нее спрашивали, интересовались. Отзыв почему-то я так про нее не выложила. Видимо, я ждала этого момента, чтобы рассказать о ней в видео. Это клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Это опять из серии про те названия, которые меня просто манят, просто манят. В прошлый раз у нас с вами были жарены зеленые помидоры в кафе Полустанок, теперь клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Понимаете, обидно, когда книги с таким интригующим названием в итоге тебя не заинтересовывают. Но это просто не тот случай. Я правда не хотела, чтобы эта книга заканчивалась. Она восхитительна, великолепна, она дико атмосферна. Начнем с того, что это книга в эпистолярном жанре. То есть, это книга, которая рассказывается в письма. Мы, по сути, не видим живых диалогов, только письма, письма. Для меня лично это уже большой процент успеха, потому что я обожаю книги в таком жанре. Я уже много их читала. Возможно, кстати, когда-нибудь я сделаю для вас подборочку. Может быть, не мне, но это интересно. О чем же, собственно, книга? Это история о молодой писательнице Джулиет из Лондона. После военное время она не знает, о чем написать. То есть, про ужасы войны писать уже не хочется. Все говорят об этом вокруг, она уже от этого устала. Ей хочется как-то порадовать людей, принести что-то новое. Но идеи для книги никак не возникает. И тут волей случая. И тут она получает письмо с острова Гернси. От свиновода. Да, от свиновода, который любит читать книги. И он у него интересуется книжными магазинами, так как на острове у них очень туго. А ему крайне хочется почитать. Так начинается переписка двух людей, которые никогда не видели друг друга в жизни. Джулиет начинает писать историю о том самом клубе любителей книг и пирогов из картофельных очистков. И незаметно все это перерастает в ее собственную историю, историю ее жизни. Я правда искренне советую прочитать эту книгу, особенно осенью. Да в принципе и зимой, да когда угодно, но осенью это будет как нельзя кстати. Я не могу сказать вам, чем конкретно меня сцепила эта книга. Не сказать, что в ней был бурный насыщенный сюжет. Но в целом с ней просто произошла вот та самая химия, которую я вам всегда говорю. Которая случается, к сожалению, не так часто. Но здесь она была. Книга потрясающая. И следующую книгу я прочитала совсем недавно. Том на краю ночи. Что сразу хочу сказать. Книга оформлена потрясающе. Когда я увидела ее в книжном, я поняла, что не могу просто без нее уйти. Во-первых, она потрясающая на ощупь. Я уже сказала потрясающая, но это не важно. Она невероятная на ощупь. Прямо-таки soft touch. Вот знаете, чехлы на телефон такие бывают. Очень приятная, бархатная. Качественные белые листы внутри, что для меня тоже важно. Потому что я не очень люблю читать на серой бумаге. Мне тогда уже проще прочитать в электронном виде. Кстати, с предыдущей книгой, почему я читала в электронке, ее просто нету в бумаге. Вот. Может быть, вы найдете. Не знаю. Вы будете счастливчиками. Я хотела себе для коллекции приобрести. Но не смогла, к сожалению, найти. Так вот. Дом на краю ночи. Кэтрин Бендер. О чем же эта книга? Это история о небольшом островке Кастеломаре. Надеюсь, я правильно его произнесла. Это итальянское название. Он засерялся в Средиземном море. Остров вообще оторван от внешнего мира. Он очень маленький. До него практически не доходят новости. Он находится в своеобразном вакууме. Вообще, в целом, эта книга — это большая семейная сага. Почему большая? Да потому что мы наблюдаем за семьей практически 100 лет. Вообще, было крайне интересно наблюдать о том, как вот этот остров, небольшой, скромный остров, оторванный от внешнего мира, постепенно развивается. Как у них появляется первое радио, первый телевизор. Это так невероятно читать сейчас. Но, конечно же, главное здесь — это семья. Семья Эспозита, за которой мы наблюдаем в течение четырех поколений. Все-таки, главное здесь — это семья, их взаимоотношения, окружающие люди. Опять же, здесь будет война, но она будет не настолько жестоко и ужасно описана, как бывает в некоторых книгах. Здесь она все-таки больше проходит краем, потому что, как я уже говорила, остров отделен от внешнего мира. Ну, на самом деле, сами все прочитаете, не буду рассказывать много. Хочу также отметить, что язык автора очень выразительный. Здесь также были некоторые слова на итальянском, они не переводились. Ну, точнее, как бы, они переводились, но были написаны на итальянском. Это, естественно, добавляет ту самую атмосферу. Я думаю, что книга очень понравится любителям Италии, итальянской культуры. В целом, подводя итоги, это отличная книга для холодных и неспешных осенних вечерков. И я такого еще не делала в подборках, но сейчас будут две книги, которые я не читала, потому что я не успела их прочитать. Но почему-то я уверена, что они очень подходят для осени. И напоследок я оставлю свою самую любимую книгу. Все узнаем. Итак, третья книга, это Хьюге. Секрет датского счастья. Сказать, что эта книга красивая, это ничего не сказать. Мне кажется, она просто идеально подходит для подарков. Просто посмотрите, внутри здесь такая фотобумага. Я не знаю, вот ей уже, наверное, год, но я почему-то до нее никак не дойду. Она просто стоит и радует мой глаз на книжной полке. Я не хочу с ней расставаться, но я хочу ее прочитать. Просто здесь, на самом деле, читать особо нечего. Здесь все-таки больше картинок. Вы, наверное, спросите, что вообще такое Хьюге. Я так как не читала, но много уже об этом наслышано. И, в принципе, до этой книжки я об этом слышала. Хьюге это ощущение счастья. Я бы назвала это так. В книге автор рассказывает о том, как в Дании ее жители, датчане ищут счастье. Ищут счастье в простых каких-то мелочах, в своем окружении. Вообще подсказывают, как создать это счастье и ощущение радости. Вероятнее всего, эта книга не привнесет чего-то кардинально нового в вашу жизнь. Но она точно принесет на пару часиков вас в другую страну, то бишь в Данию. И поможет по-новому взглянуть на какие-то окружающие вас вещи. Даже не знаю, что, например. Ну, например, можно зажечь свечу и станет уютнее. Что я сейчас, собственно, могу сделать? Вот у меня тут свеча-то стоит. У нас же мне не зря тут каждое видео стоит. Можно же ее зажечь, например. И, возможно, мне как-то сразу станет уютнее рассказывать вам о книгах. Почему нет? Я думаю, что, кстати, видно не будет, но это не важно. О-о-о! Нет, будет видно. Это потрясающе. Вывод про эту книгу такой. Нельзя купить счастье, но можно купить пироженку или кофе. Это почти одно и то же. Следующая книга совсем крохотная. И она просто безумно красивая. Я уеду жить в свитер. Посмотрите просто. Здесь крупнейший шрифт и страниц 187. Это очень мало. Книга вообще для подростков. Я специально ее добавила в нашу подборочку, потому что, я думаю, многим из вас это будет интересно. Я не знаю, мне кажется, все уже о ней слышали, но вдруг нет. Это серия «Линия души» издательства «Росмен». У них, на самом деле, очень много там разных книг в ней. Я бы советовала вам обратить внимание. Честно. Особенно осенью, зимой. Классные книжки. Я читала отзывы. Сама, честно скажу, не читала. Тоже, опять же, книжечка у меня лежит где-то уже полгода. Все ждала уютных таких холодных вечеров, чтобы ее прочитать. Я думаю, ее можно за пару часов вообще быстренько проглотить и составить свое мнение. Но я этого не сделала, потому что не успела до видео. И я предлагаю вам, когда вы ее прочитаете, если вдруг вы прочитаете раньше меня, выложить свой отзыв в Инстаграм с тегом «Зачитательно». Я обязательно всех лайкаю. Я думаю, вы видели. У нас уже очень с вами большой тег. Все почитаю, посмотрю. И как раз-таки другие тоже смогут увидеть, прочитать ваш отзыв. Понравилась книга, не понравилась. Я думаю, что большинству она понравится. О чем книга? Тут все, в принципе, написано в аннотации. Вы можете прочитать сами. И, кстати, свит – это не тот самый свитер, не тот самый предмет одежды, о котором вы подумали. И я подумала в первый раз. Это кафе, в котором любит бывать главная героиня. Книга небольшая, как я уже сказала. Стиль повествования очень простой. Я уже немного начала читать. По отзывам она очень нравится подросткам, но и взрослые тоже читают ее с удовольствием. Поэтому этой осенью я обязательно прочитаю ее. И последнюю книгу я приберегла на финал. Если бы предыдущая книга была для юных дам, как я уже сказала, то эта книга скорее 18+. И не потому, что здесь сцены насилия, какие-то непристойные сцены. Просто, скорее всего, она будет неинтересна до 18 лет. И вряд ли будет понятно. Я думаю, что, прочитав ее лет 16, я бы сказала вообще, что, о чем и зачем это. Я прочитала эту книгу года три назад. И тогда я просто залила свою электронку слезами. И недавно я купила ее себе для коллекции. Я сейчас говорю о книге «Масты округа Мэдисон». Кинообложка с потрясающей Мэрил Стриппой и Клинтом Иствудом. Еще есть по этой книге фильм. Он тоже потрясающий. Но книга мне понравилась больше, несмотря даже на игру актеров. Я все-таки считаю, что эта история должна быть написана. То есть, эмоции можно лучше выразить в книге. Понимаете, например, в фильме что-то показывает какие-то действия, но мы не видим мыслей, да, главных героев. Здесь это все настолько чутко. Я прям не могу. Я начинаю вспоминать. И мне очень тяжело, на самом деле, говорить об этой книге, несмотря на то, что прошло столько времени. Мне просто сейчас хочется зарыться в плед и начать ее читать. Просто перечитывать. Она, кстати, такая же крохотная, как предыдущая. Но есть такие книги, в которых не нужно ни больше, ни меньше. От первого слова до последнего здесь передано все, что было нужно. Я, честно, не хочу сейчас рассказывать сюжет, потому что это бессмысленно. Если вам 18 лет или больше, вы можете просто брать ее и читать. Вы можете прочитать аннотацию для себя. Я думаю, вряд ли она что-то вам скажет. Это простая история о простых людях. Всего 4 дня. Но таких 4 дня, которые просто перевернули жизнь двух людей сверх... С ног на голову. Я уже забываю все слова. Это история о любви. А такой искренний. Такой неправильный. Ой, много хочется сказать. Но на самом деле лучше просто взять и прочитать. Можете посмотреть фильм, если не хочется читать. Тоже как вариант. Но я бы все-таки советовала ознакомиться вот с этой книжкой. Все сказала. А то сейчас опять начну рыдать. Я не знаю, как. Спустя 3 года я отреагирую на эту книгу. Я прочитаю и постараюсь выложить отзыв в Инстаграм. Собственно, описать мои эмоции до того. Описать эмоции сейчас, что да как. Но когда я уже начала листать ее и вспоминать, это невероятно. Кстати, начинается книга осенью. Поэтому не зря я ее добавила в осеннюю подборочку. Ну что, мои дорогие читатели, на этом мое видео подошло к концу. У меня получилось 5 книжек. Я могла бы добавить еще несколько. И хочу, как всегда, спросить у вас. Какая книга ассоциируется у вас с осенью? Напишите какую-нибудь одну. Мне кажется, мы сможем составить свой очень интересный топ. Может быть, книги будут повторяться. Может быть, нет. Я думаю, что это будет полезно не только мне, но и всем... Я думаю, что это будет полезно не только мне, но и всем зрителям зачитательно. Поэтому напишите какую-нибудь одну книгу. Это может быть что угодно. Это может быть русская классика, зарубежная, детектив, да все что угодно. Может быть, там действие будет в книге происходить осенью. Может быть, эта книга вызывает у вас только какие-то приятные воспоминания. Может быть, вы читали ее под уютным пледиком и так далее. Я читаю все комментарии, поэтому пишите, не стесняйтесь. И не забывайте, конечно, выкладывать в инстаграм тег зачитательно. Боня пришел. Поздоровался. Здравствуйте. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем книг и всем белка. Субтитры сделал DimaTorzok